Ну а спонсор этого видео бесплатная дебетовая карта RocketBank. Бесплатные снятия в любых банкоматах мира без комиссии, бесплатное годовое обслуживание, кэшбэк до 10%, 5,5% годовых на счет карты, перевод на другие карты без комиссии, получив карту можно зарабатывать. За каждого оформившего карту по вашей ссылке вы получите 500 рублей на счет. Заполните заявку по ссылке в описании и курьер доставит карту в удобное время. Салют подписчикам канала Атом Асём и случайным зрителям этого видео. Для тех, кто следит за видосами на моем канале, не будет новостью, что не так давно на Алиэкспресс прошел бренд-фест Xiaomi, о чем именно было снято видео. В общем, в тот день смартфоны раздавались хорошей скидкой, и мне удалось выцепить и без того самую дешевую новинку в линейке Redmi за еще более низкую цену. Сегодня у нас бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7, который можно купить, покатавшись чутка зайцем в трамвае. Что это за чудовище, сейчас узнаем. Погнали! Ну что ж, вот в такой коробке прислали смартфон. И, к сожалению, коробке изрядно досталось на почте. Продавца, у которого заказывал смартфон, рекомендовать не буду. Посылку доставили в обычном пакете без какой-либо защиты. Благо, сам смартфон не пострадал. А так, открою спор, попробую сделать смарт еще бюджетнее. В коробке привычный комплект от Xiaomi, блок зарядки на 5 вольт 2 ампера и кабель-кабель микро-USB. Также, вот тут вот, должен быть чехол. Да, он тут есть, и за это плюс в копилку Xiaomi. Вообще, смартфон я еще не включал, вот только достал из коробки, поэтому обзор будет построен с точки зрения знакомства с аппаратом. Смартфон стоит 8000 рублей. По крайней мере, за столько его можно купить на сайте Алиэкспресс. Ссылку на проверенного продавца оставлю в описании под видео. Ну а для тех, кто не хочет иметь дело с Алиэкспресс, вы можете купить смартфон в официальном российском магазине Xiaomi. Доставка бесплатная по всей России. Ссылку на покупку смартфона на официальном сайте Xiaomi также ищите в описании. Казалось бы, что можно купить за 8000 рублей? Да ничего дельного вы не купите. Redmi 7 – это лучший смартфон в этой ценовой категории. Дизайн смартфона уже привычен. Все в духе линейки Redmi. Над дисплеем находится капелька с фронтальной камерой. А вот сам дисплей совсем не по-бюджетному прикрыт ударопрочным стеклом Gorilla Glass 5. Корпус смартфона пластиковый. И как по мне, это недорого и практично. Не разобьется как стекло и не погнется как алюминий. Радует, что остался разъем под наушники и ИК-порт. Вот они сверху. Да и снизу остался классический microUSB. Плюс тут динамик и микрофон. Элементы управления на привычных местах. Справа кнопки громкости и включения. Слева сим-лоток и, по чуду, сим-лоток на две сим-карты и карту памяти. Почему бы не сделать то же самое в других моделях? Одним маркетологам только известно. На задней пластиковой крышке сканер отпечатков пальцев и двойная камера со вспышкой. Один из плюсов нашего героя – это дисплей. И это самое главное, потому что в бюджетке обычно стоят отвратительные матрицы, а дисплей – это главное во взаимодействии со смартфоном. В этом аппарате установлена IPS-матрица с очень приятными мягкими цветами. По углам обзора также нареканий никаких. Размеры смартфона аналогичны Redmi Note 7, да и дизайн тот же самый. Жаль, что Xiaomi не сделали смартфон покомпактнее, как было ранее, с моделями Redmi 5 и 6 Pro. У любителей мелких смартфонов выбора стало ещё меньше. Разрешение матрицы 1520 на 720 пикселей. Широкий диапазон подсветки не выжигает глаза ночью и в яркий день поможет хоть что-то разглядеть на дисплее. Кстати, в настройках есть очень полезный пункт – режим чтения. Для всех книгофилов функция необходима. Я люблю читать литературу с дисплея телефона и могу сказать, что при включении этого режима глаза меньше устают. Ну и плюс большой экран и никакая читалка не нужна. Также важно, на каком ПО работает смартфон. Обычные бюджетки работают на неоптимизированном подвальном софте, но вот Redmi 7 гоняет на девятом андроиде, поверх которого накатана фирменная оболочка MIUI 10. И это выгодно отличает смартфон от собратьев. Оболочка MIUI даёт иное ощущение от смартфона. Интерфейс выглядит минималистично, всё работает плавно, стабильно. Шторка уведомлений также весьма удобна. Вот с такими вот крупными кнопками. Вообще, кто не знаком с оболочками MIUI, будет приятно удивлён её возможностям. Настроек куча и даже не захочется ставить рут. Он просто не нужен. Уже из коробки есть возможность, к примеру, клонировать приложение. Также есть вшитый антивирус, чистильщик. Есть тема оформления, защищённая папка для хранения чего угодно. Фишек дофига. И что круто, компания поддерживает все свои устройства довольно долго. Так что года на два вы точно будете обеспечены обновлением. Также, как можете заметить, в оболочке MIUI есть очень приятное, удобное и полезное управление жестами. После пользования которыми тяжело перейти на использование другого аппарата. Ещё один из главных плюсов, на мой взгляд, это не процессор MTK, что было бы типично для этой цены. В аппарат установили процессор Qualcomm Snapdragon 632. Производительности будет достаточно для любых игр и программ. Телефон реально будет радовать скоростью. За графику отвечает Adreno 506, и вся эта весёлая компания в Antutu набирает чуть больше 100 тысяч попугая. Для выполнения повседневных задач неплохо. По комплектациям выбор большой. Есть совсем звонилка, похожая на смартфон с 2 гигами оперативной и 16 гигами встроенной. Вот этот смарт на 3.32 и максимальная комплектация на привычных 4.64. Хорошо, когда есть выбор. А теперь ещё один плюс в копилку смартфона. Это аккумулятор на 4000 мАч. Автономность смартфона просто на высоте. Обычно такое решение вкупе с оптимизацией MIUI и энергоёмким процессором от Qualcomm является ключом хорошей автономности. Смартфон Xiaomi с аналогичным Trio выдаёт около 14 часов работы дисплея в диаграмме разряда. Вот по этой рекомендации можете посмотреть видео о настройке и оптимизации MIUI. И ваш Xiaomi будет работать ещё дольше. Только не отключайте всё подряд, чтобы не нарушить работу смартфона. Отключайте только то, в чём уверены. В общем, при активном использовании аппарата точно хватит на день. При режиме звонилки до двух дней. От комплектной зарядки телефон заряжается с 0 до 100 около двух часов. Теперь посмотрим камеру. Она тут двойная. И очередной плюс в копилку Redmi 7 в камере есть искусственный интеллект. За счёт нейросетевых алгоритмов камера вывозит качество фото в большинстве случаев. Также с лёгкостью можно установить Google камеру без танцев с бубном. Основной модуль на 12 мегапикселей с диафрагмой f2.2, а вспомогательный на 2 мегапикселя. Есть наличие фазовой автофокусировки, есть портретный режим, размывающий задний фон и есть цифровая стабилизация видео. В общем, в смартфонах за 8000 рублей камеру лучше вы не найдёте. Фронталка на 8 мегапикселей и также поддерживает искусственный интеллект и портретный режим. Ну и напоследок Blitz по плюсам. Икпорт. Индикатор пропущенных событий. Есть разблокировка по лицу. Также отличный устойчивый GPS сигнал, который в совокупности с большим дисплеем и ёмкой батареей превратит телефон в отличный навигатор. Ещё бы добавить сюда NFC и цены бы не было этому смартфону. Этот смартфон был куплен за 8000 рублей с копейками и ничего более дельного за эти деньги вы не купите. Это самый дешёвый, технически навороченный смартфон на рынке. И это его главная заслуга. С неочевидными минусами, ну всё же придётся мириться. Поэтому рекомендую к покупке неприхотливому пользователю. Отлично подойдёт в качестве подарка ребёнку или старшему поколению. А также всем тем, кто хочет познакомиться с устройствами от Xiaomi. Получите массу удовольствия, ну и деньги с нервами сэкономите. Ссылки на покупку смартфона ищите в описании под видео. Ну а на этом всё. Не забудьте подписаться на канал, нажав вот на этот кругляшок. А кто уже подписан, нажмите на колокольчик. Огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч.